Для подавляющего большинства людей чувствительность к боли является существенным фактором, когда речь заходит о необходимой иногда срочной медицинской помощи, особенно оперативном вмешательстве. Превышение болевого порога при хирургических операциях для человека может стать фатальным исходом, и это наблюдалось на протяжении многих столетий. Одно из первых решений этой проблемы предложил в первом веке до нашей эры древнегреческий лекарь и философ по имени Диаскорит. Странствуя совместно с римской армией, занимаясь медицинской практикой при императоре Нероне, он обратил внимание, что применение снотворных и успокоительных снадобий, которые изготавливались из корня мандрагоры, позволяет проводить более успешное хирургическое вмешательство, и, соответственно, шансов на выздоровление у раненых воинов становилось больше. Именно он первым и применил ставшую известную в наши дни терминологию анестезия – процедура уменьшения чувствительности нашего тела или же его частей, вплоть до полной остановки восприятия информации о внешней окружающей среде или собственном болезненном состоянии. Здравствуйте! С вами программа «Будьте здоровы!» и я, Александр Захаров. Сегодня 16 октября – Всемирный день анестезиолога. Именно в этот день, в далеком 1846 году, американский хирург и стоматолог Уильям Томас Грин Мортон впервые публично продемонстрировал успешное применение анестезии для создания общего наркоза. В качестве анестетика он применил ингаляцию диетилового эфира. И сегодня мы поговорим о людях этой порой незаметной, но такой нужной профессии. У нас в гостях врач высшей квалификационной категории, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ярославского университета, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ярославской области, председатель Ярославского отделения федерации анестезиологов-реаниматологов Павел Любашевский. Павел Александрович, добрый день! Здравствуйте! Ну, во-первых, спешу вас поздравить со Всемирным днём анестезиологов-реаниматологов. Ну и первый вопрос, конечно, который, наверное, интересует всех. Анестезиолог, кто это и какие функции на него возлагают? Специальность наша состоит из двух частей – анестезиология и анестезиолог. Не только проводит анестезию, делает укол, как многие считают, он осматривает пациента перед операцией, при необходимости назначает и проводит предоперационную подготовку, выбирает вид обезболивания, оценивает риск операции и самой анестезии. Далее – это проведение анестезии, что самое важное. Анестезиолог отвечает за безопасность пациента во время операции. Дальше наблюдает за восстановлением функций организма в послеоперационном периоде и принимает решение о переводе пациента уже в общую палату. То есть, получается, этот врач первым начинает операцию и последним же ее и заканчивает, да? То есть, уходит, что называется, с рабочего места, да? Саму по себе операцию, конечно, проводят наши коллеги-хирурги, акушеры-гинекологи, травматологи. Но на самом деле по длительности, по времени работа анестезиолога занимает большее время. Хорошо. Что должен знать анестезиолог? Какие требования к нему предъявляются? Специальность, название нашей специальности начинается с буквы А и заканчивается буквой Я. Соответственно, столь же широким должен быть и спектр знаний анестезиолога. Самое главное – это, конечно, клиническая физиология, то есть понимание того, что происходит вообще в организме, в норме и при различной патологии. Далее, конечно же, это, собственно, наша специальность и проведение анестезии, и о чем я хотел сказать вначале. Вторая составляющая, которая более сложна и более многогранна – реаниматология, то есть лечение пациентов в критических состояниях. Это те ситуации, когда заболевание или травма вызвали слишком серьезные последствия, и пациенту требуется уже не, собственно, лечение, а поддержание, а иногда и искусственное замещение жизненно важных функций организма. Нет, именно замещение жизненно важных функций. В первую очередь речь идет о работе сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, почек. На сегодняшний момент мы располагаем методы, которые позволяют эффективно управлять и замещать эти функции. То есть это тот период времени, который человек восстанавливается, реабилитируется после операции, иногда бывает даже не приходя в сознание, как бы ваша работа на этом не заканчивается. В том числе это касается и послеоперационного периода, но достаточно много больных с тяжелыми заболеваниями головного мозга, сердца, легких, печени, почек и так далее, которые даже вне связи с хирургическим лечением требуют проведения такой интенсивной терапии. Павел Александрович, а вот немножко об операционном процессе, во время непосредственно самой операции. Ведь многие думают, анестезиолог это что? Он сделал укол и ушел, а потом пришел после окончания операции и там как-то вывел, привел пациента в чувство. Нет, оказывается, какие-то функции? Вы что же выполняете во время операционного вмешательства? И что они это делают? Непосредственно во время операции это две составляющих. Первое это, собственно, проведение анестезии. То есть нужно сказать, что анестезиолог присутствует в операционной на протяжении всей операции. И кроме поддержания анестезии, то есть постоянного, как правило, введения различных лекарственных препаратов, препаратов для наркоза, это еще и наблюдение за состоянием пациента, неотлучное наблюдение за состоянием пациента во время операции и при необходимости внесения каких-то корректив в проведение анестезии. А иногда, если речь идет о крупных операциях, которые могут сопровождаться, например, значительной кровопотерей, и проведение управления теми же самыми жизненно важными функциями. То есть здесь может быть и лечение интрооперационной кровопотери, и лечение каких-то проблем с дыхательной функцией. В общем, работа, надо сказать, достаточно напряженная. То есть это постоянно руки на аппарате, да? Где-то вот вы сидите, находитесь? Это и контроль за работой аппаратуры, которая находится в операционной, в том числе, да. И несмотря на наличие сейчас достаточно большого количества мониторов, основным методом мониторинга все-таки остается присутствие анестезиолога в операционной. Теперь давайте немного поговорим о методах анестезиологии. Вот немножко истории. В средние века я вот узнал, что применялся такой метод обезболивания. Удар тяжелым приметом по голове, чтобы человек терял сознание. Ну, это даже не шутка, да? И в таком состоянии мы делали операцию. Вот какие современные методики сегодня применяются? Нужно сказать, что с тех пор наша наука шагнула достаточно далеко вперед. И тот же диетиловый эфир, который вы сегодня вспоминали, в практике не применяется около 20 лет. В первую очередь в связи с его достаточно высокой токсичностью. Методы обезболивания принципиально делятся на две категории. Первая – это общая анестезия, упрощенно говоря, когда пациент спит во время операции. И методики регионарного обезболивания, когда за счет использования местных анестетиков выключается чувствительность какой-то из областей тела, областей тела, на которой производится хирургическое вмешательство. Понятно. А существуют еще виды анестезии? Или как раз мы сейчас об них поговорили, да? Дальше существуют различные градации, в частности препараты для общей анестезии. Могут вводиться внутривенно, могут вводиться ингаляционно, то есть через легкие пациент вдыхает анестетики. Ну и методов регионарной анестезии также существует достаточно много. Есть методы нейроаксиальной анестезии, когда анестетик вводится не в спинной мозг, как многие думают, а по соседству с ним. Есть методики периферических блокад, когда блокируются определенные нервы или нервное сплетение. Это уже с помощью уколов? Да, все это происходит, если говорить о методах регионарной анестезии. Это в любом случае инъекция препарата вблизи структур нервной системы. Павел Иванович, а тогда вот от чего зависит доза снотворного, доза наркоза, которую рассчитывает врач-аннестезиолог, пациенту? На что он в первую очередь обращает внимание? Доза зависит на самом деле от массы факторов. Самое простое – это, конечно, масса тела пациента, его возраст, но и, кроме того, от целого ряда других факторов, в частности, это сопутствующее заболевание, это разновидность наркоза, которая в данном конкретном случае применяется. Ну, пожалуй, в основном два фактора определяют дозу анестетика, если говорить о дозе. Это масса тела пациента и наличие сопутствующих заболеваний каких-то других органов. Тогда хорошо, тогда вот некоторым все-таки противопоказан наркоз, вот есть такое, да, в каких случаях он противопоказан людям? И тогда, а что делается в таком случае? Мы говорим про общий наркоз, да, наверное? Да, если говорить об общем наркозе, ну, как таковых противопоказаний к общему наркозу, общей анестезии, правильнее говорить, на самом деле нет. Могут быть сравнительно узкие и редко встречающиеся противопоказания к конкретному препарату. Существуют ситуации, когда альтернативы общему обезболиванию нет. Есть и другие ситуации, когда общая анестезия может быть с успехом заменена анестезией регионарной. В частности, во многих областях, например, в акушерстве, в травматологии, доля использования методик регионарной анестезии иногда превышается к 90%. Ну, получается, это пациент не спит, то есть это ему, я говорю, какая-то область тела, как вы сказали, да, отключается? Он не вводится в состояние сна, да? Нужно сказать, что, во-первых, методы общей регионарной анестезии, они могут и достаточно часто сочетаются между собой, то есть проводится как основа регионарная анестезия, и создается поверхностный сон, условно говоря, небольшими дозами препаратов, тех же препаратов для наркоза, такое сочетание еще раз более чем разумно. Если говорить о той же акушерской практике, изолированной, допустим, анестезии при операции кесарево сечения, то изолированное использование методов регионарной анестезии, а, как я уже сказал, именно там регионарные методы используются весьма широко, позволяет матери контактировать с новорожденным непосредственно во время операции на операционном столе. Это на самом деле важно. А вот зависит ли от качества лекарства наркоз? Вот опять же, переносимость о том, что мы говорим. Нужно сказать, что на сегодняшний день мы располагаем достаточно большим спектром различных препаратов, и препаратов для общей анестезии, и препаратов для регионарной анестезии. Это ровно те же препараты, которые применяются в ведущих московских и зарубежных клиниках. И я бы сказал, что качество анестезии, удовлетворенность пациента анестезии у нас есть и такой критерий. Пожалуй, в большей степени зависят не от качества препаратов, а от профессионализма, и, не побоюсь этого слова, от искусства анестезиолога. Ну, а доли той, которую рассчитывает анестезиолог, да? В том числе это касается и доз, и методик введения препарата, своевременность этого введения, ну и так далее. Ну, то есть можно сказать, что препараты стали чище? То есть с каждым годом, как бы, вот они все-таки меньше токсичны для организма? Препараты стали, на самом деле, да, более современными. Они обладают минимальной токсичностью, они стали более управляемыми. То есть по сравнению с теми препаратами, которыми мы работали буквально еще несколько десятков лет назад, действие современных препаратов для анестезии заканчивается намного быстрее, а это значит, что и пациент после операции восстанавливается также намного быстрее. Вот, однако, все-таки и сам пациент должен соблюдать некоторые рекомендации. Что опытные анестезиологи вообще советуют своим пациентам соблюдать в предоперационный период? Ну, конечно же, рекомендации, которые мы даем своим пациентам, они во многом зависят от конкретной клинической ситуации. От состояния пациента, от вида операции, от вида анестезии и так далее, и так далее. Пожалуй, единственная рекомендация, которую я могу дать сейчас, это посоветовать пациентам, ну, во-первых, знать своего анестезиолога, во-вторых, доверять ему и следовать тем рекомендациям, которые доктор дает непосредственно пациенту, зная те факторы, о которых мы говорили. За три, за четыре дня там, да? Как правило, при плановых операциях анестезиолог осматривает пациента накануне, ну, реже за более длительный промежуток времени, и дает рекомендации, в том числе касающиеся лечения хронических заболеваний. Таких пациентов с хроническими заболеваниями становится все больше. Ну, и рекомендации непосредственно по подготовке к анестезии и касающиеся того, как вести себя в послеоперационный период. Вот вы коснулись того, что хронические заболевания становятся все больше. Значит ли это, что это осложняет работу анестезиолога в последнее время? Конечно. Конечно. И именно поэтому для анестезиолога также важно знать основы лечения сопутствующей патологии. В первую очередь это, опять-таки, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких. И во многом проведение анестезии зависит от степени компенсации сопутствующей патологии и от того, насколько хорошо пациент подготовлен перед операцией. Мы уже затронули тему о том, что анестезиолог уже ведет и послеоперационную реабилитацию пациента, то есть реаниматологию, да? Если правильно сказать. А что сюда входит? Вот какие процессы вы проводите с пациентом после операции? Ну, нужно сказать, что, во-первых, по времени мы лишь начинаем послеоперационную реабилитацию и под контролем анестезиолога пациент находится в течение нескольких часов, максимум нескольких суток и в дальнейшем реабилитация происходит уже в условиях хирургического отделения, когда состояние пациента позволяет ему находиться там. Но, тем не менее, многим вопросам реабилитации в нашей специальности в последнее время уделяется большое внимание и успех реабилитации в целом во многом зависит от работы анестезиолога. Ну, из таких простых вещей, наверное, можно выделить два основных момента. Первое – это ранняя активизация пациента, да? То есть пациент как можно раньше, по современным представлениям, должен начинать двигаться после операции. И второе – это максимально раннее восстановление питания, что тоже критически важно. Ну, то есть понятно, в реанимации вы тоже его наблюдаете. Если требуется, как бы, да, пациенту некоторое время провести после операции, значит, в реанимации, то есть это идет тоже ваше наблюдение постоянно. Да, разумеется, как правило, после значительных по объему серьезных операций пациенты на какое-то время переводятся в реанимационное отделение. Ну, и, наверное, один из последних вопросов. Где готовят людей к такой профессии? Здесь ситуация следующая. После шести лет обучения в медицинском вузе, выпускник поступает в ординатуру, то есть в течение двух лет проводится подготовка непосредственно анестезиолога-реаниматолога из выпускника медицинского вуза. Этим занимаемся и мы на нашей кафедре. В среднем в Ярославском медуниверситете ежегодно готовится порядка 20 молодых специалистов-анестезиологов-реаниматологов. Отрадно, что очень немногие из них уходят из специальности, уходят из медицины, потому что мы стараемся прививать нашим ученикам не только профессионализм, но и ту любовь к специальности, которую в свое время привили нам наши учителя. Но, к несчастью, многие из них после окончания ординатуры очень скоро оказываются в соседнем московском регионе. В столицу, собственно говоря, да? А кто больше мужчин или женщин идет в эту профессию? В общем и целом, на сегодняшний момент примерно равное число молодых людей и девушек учатся у нас в ординатуре. Хотя традиционно анестезиология, специальность достаточно тяжелая, считалась мужской. В общем-то, этот тренд наблюдается в течение последних лет десяти. То есть количество женщин становится больше. Ясно. Ну что ж, давайте тогда в финале нашей программы еще раз поздравим всех ваших коллег с профессиональным праздником. Вам слово. Хотелось поздравить всех коллег. В первую очередь, конечно же, своих учителей, людей, которые стояли у истоков ярославской анестезиологии. Это персонально Виктория Ивановна Кружилина. Это Нина Михайловна Ермолаева. Это профессор нашей кафедры Алексей Викторович Забусов. Хочется поздравить всех коллег-докторов, медицинских сестер-анестезисток, санитарок, от работы которых в нашей специальности также очень многое зависит. Я считаю, у нас есть главное. У нас есть достаточно дружное и сплоченное сообщество. Хочется пожелать всем всего наилучшего не только в работе, но и в личной жизни, на которую у многих из нас, к сожалению, остается не так много времени. Ну что ж, я тоже в вашем лице поздравляю всех врачей и анестезиологов с этим профессиональным праздником. Тех людей, которые считают, на первый взгляд, невидимую, но такую очень значимую работу. Ведь анестезиолог – это тот человек, от которого все-таки зависит здоровье пациента во многой степени. Поэтому здоровья вам и вашим пациентам. Всего вам самого доброго. Спасибо. Итак, я напоминаю, что у нас в гостях был главный внештатный анестезиолог, реаниматолог Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ярославского государственного медицинского университета Павел Александрович Любашевский. Берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова